В Заречном прошел последний этап конкурса «Простых людей труда мы чтим и славим». Проект реализуется территориальной организацией профсоюза Заречного. Он посвящен людям, которые своим трудом обеспечивают комфортные условия проживания для жителей города. В заключительном этапе в профессиональном мастерстве соревновались работники комбината школьного питания. Своё умение накормить детей вкусно и полезно показали четыре повара из двух общеобразовательных учреждений. Участие в этом конкурсе добровольное. Принимают участие те, кто захотели посоревноваться в своём профессиональном мастерстве. Ну и это, конечно, значимо для предприятия как обмен опытом, повышение производительности труда. Мы не отступаем от того процесса, от того меню, которое есть в школах и в детских дошкольных учреждениях. Меню дня сегодня я ещё даже не знаю. Будет повара показывать один из поваров первое блюдо, второй – второе. Презентуя блюда, конкурсанты должны были рассказать о технологии его приготовления и питательной ценности продуктов. В 225-й школе жюри пригласили на завтрак. Повар Валентина Лубочникова поделилась своим секретом приготовления вкусной каши «Дружба». Если душу вкладываешь, и каша получается вкусная, ну всё по технологии закладывается. Вот. Кашу мы как готовим? Крупы перебираются, промываются, отвариваются отдельно. Рис отдельно, пшено отдельно. Молоко кипятится, добавляется соль, сахар. Затем, когда готовы пшено и рис, уже потом закладываем молоко. В школе номер 216 «Дидакт» на суды жюри было предложено обеденное меню. Гороховый суп, гречка отварная, гуляш из говядины и салат освежающий. Повар со стажем Маргарита Жбанова признаётся, что готовить для детей – сплошное удовольствие. Она всегда радуется, когда школьники после обеда возвращают пустые тарелки. Ой, особого секрета-то нет никакого. Продукты свежие, всё свежее. Надо знание, опыт. Пришёл, приготовил. Члены жюри оценили внешний вид и вкусовые качества блюд, которые приготовили конкурсанты. Но результаты пока держатся в секрете. Кто станет лучшим школьным поваром, а также имена победителей и призёров всех этапов конкурса, станут известны 7 сентября на торжественном вечере в Доме культуры «Дружба». Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Субтитры создавал DimaTorzok